Приветствую вас! Хочу с вами поговорить по поводу реформ. Сколь уже такая модная тема, тем более летом. Вы знаете, что я всегда говорю, лучшая реформа старину не рушит. Я не шучу. Вот кто действительно реально занимается бизнесом или работает в бизнесе, знаешь, самое ужасное это именно реформы. Понимаете, вот когда мы говорим высокие ставки, низкие ставки на налог, ну это такой клоун Балашов там бегает, как дурец торбою, там своими реформами, давайте снижим ставки, будет чудо. Нет. Для бизнеса по большому счету, ну конечно ставки злят, но это не проблема. Это не проблема. Ставки налога, ну высокие, маленькие, в Европе не выше стабильности. Самое ужасное, когда меняют налоговый законодательство. Я говорю, любой бизнесмен вам скажет, что самое ужасное. Не успели привыкнуть до этой инструкции, раз поменяли, другая, третья. Ведь, понимаете, в основном в чем заключается бизнес. Каждый день вы решаете какие-то проблемы с поставщиками, покупателями, в головне кого-то. Но когда сюда вносится бесконечное изменение налога, законодательства, то ведь действительно, что получается? Вот типа, мы улучшили, да, но вы приняли это постановление, этот закон противоречит другому закону, значит, соответственно, приходят проверяющие, даже не приходят, вам, вы сделали, вам штраф влепили, вы не сделали тоже штраф. И это же постоянно. По этой причине, я еще раз говорю, что любой вам бизнесмен скажет, вот, самая идеальная налоговая реформа, это принять закон, разогнать всех народных депутатов, чтобы никаких изменений не вносили. Да. Вот если действительно не менять налоговое законодательство лет 20, экономическое чудо. Просто чудо. Потому что, ну, бизнес притирается, проловчается, выстраивает, ну, он знает, вот здесь надо, здесь не надо, и это работает, работает, работает. Но вот эти, постоянно чехарда, что у нас происходит, то поменяли, то переменяли. Нет, я не говорю, что не надо делать какие-то изменения, реформы, да, но как надо делать. Вот я хочу вам привести пример, как в Украине произошла, действительно, удачная реформа. Вот, просто вы поняли, что такое настоящая реформа, насколько она скучная, насколько не публичная, насколько тривиальная. Вот смотрите, в 2012 году приняли изменения в закон про платежную систему. Скучнейшее решение, но вот эти изменения в закон готовить начали еще при стельмахе. Давно. Но это действительно, там хорошо поработали, скажем вот так, и работники НБУ. Плюс ко всему подключилась тогда, ну, скажем вот так, и банкиры. И там действительно, про разработки этого закона, причем законопроекта, там действительно реально работали специалисты. Причем, понимаете, если вы начнете читать законопроект, вы, что-то такое, да, для вас не специалисты, вы не можете понять всю изюмину. Но, мало то, что они этот законопроект, как бы сказать, вылизали, там было такое интересное лобби, которое, во-первых, плотненько поработало с комитетом Верховной Раде и поработало с депутатами. Как они поработали, это действенный разговор. Но, когда голосовали этот законопроект, ну, ручкой махнули, депутаты проголосовали, закон принял. самое главное, что им удалось отбить все дурные изменения. Потому что, понимаете, как, вот они сделали законопроект, они учли массу нюансов, но, бывает, так его вносят, начинают какие-то вносить изменения, и в результате все разваливается. Что же они сделали? Сейчас объясню. Смотрите. Во-первых, где-то в 2004 году, или даже в 2003, было принято постановление кабинета министров о том, что в каждом магазине был платежный терминал для того, чтобы можно было рассчитаться с платежной карточкой. Поняли, приняли, а ее не исполняют. Тупо не исполняют. Вот в этом законопроекте я сделал очень просто. Значит так. Каждый магазин действительно приказали, чтобы был платежный терминал. Ну, понятно, с включением лотков, базара, естественно. При этом, если нет платежного терминала, штраф. Если не работает, штраф. Если клиент пожаловался, что не мог рассчитаться карточкой, штраф. И проверяет это все на лотвай. Сделали специально. Такой кнотик. Сработал. Платежный терминал. Хопа. И быстро появились. Во. Да, ну вот понимаете, люди специально, они понимали, что пока не будет налога, пока не будет кокнута, все эти призывы, а вы установите. Ааа. Но. Нужен был пряничек. Сделали. Там прописали следующий нюанс. Смотрите. Запретили банкам, причем законодательно, требовать дополнительные платежи при расторжении договора. Ну, то, что ругалась торговля. Заключили договор, ну, с банком, на обслуживание платежной системы, платежный терминал. Условия не нравится. Говорит, я с вами работать не буду. Банк говорит, вы знаете, согласно, наше эксклюзивное договора, вы должны заплатить столько, 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 потому что вы расторгаете. Понятное дело, ну, вы что, грабители. Так вот, закон это запретил. То есть, другими словами, даже банк прописал, надо заплатить. Говорит, извините, в законе прописано, ничего нету, я свободен. То есть, кнутый пряник сработал. И действительно, на сегодняшний момент, мы не спорим, можно найти магазин, где нет платежных терминалов, но на сегодняшний момент на платежных терминалов хватили все. Даже установили те, которым по большому счету не обязательны. Ну, получилось? Получилось. Ну, вот это именно было, вот это и есть реформа. Когда, кнут пряничать. Что еще сделать? Значит, смотрите. Ну, вы знаете, есть виза и мастер-карт. Вот карточка, которой вы пользуетесь. Это крупные международные платежные системы, и на их держатся, как бы, вот эти все частные безналичные переводы. Обращаю внимание, на их держатся. И они, конечно, наглели. Очень наглели. Банки очень жаловали, что виза, мастер-карт навязывают не рыночные условия. Ну, парад, там, грубо говоря, и депозиты были громадные, и тарифы устанавливают, и так дальше. Что сделали в этом законопроекте? Точнее, в законе. Они застали визу, мастер-карт, пройти лицензирование на территорию Украины. Боже, как не возмещать. Я помню, приезжал вице-президент самого Нью-Йорка, возмущался. Как же так? Но, что вы думаете? Прошли. И визы, и мастер-карт прошли лицензирование. В чем тут фишечка? Сейчас объясняю. Когда проходишь лицензирование, надо подать бизнес-план. Ну, бизнес-план, естественно, расчет, доходы, расходы, и так далее. Вот, когда они подали бизнес-план, они резко вспомнили, что, да, некоторые тарифы лишние. И такие, хопа! Мало того, за счет того, что они прошли лицензирование, теперь их можно приостановить. Они сразу, значит, ну, не скажу, что, конечно, они вредными остались, но немножечко послабло. И договора поменялись. И сейчас, вот, многие сервисы, которые вы пользуетесь, виртуальные, вот это появилось благодаря тому, что нагнали! И сработало. Обращаю ваше внимание, что, в основном, когда мы говорим, частные, безналичные платежи, это карточки. Это карточка, карточка, и это будет, и есть, и в мире больше всего этим пользоваться. А теперь смотрите, к чему это привело. 2012 пускай. Было около 10% всех платежей без наличия. То есть, карточки, в основном, использовали, банкомат сняли, банкомат сняли. 10% расчетов платежей, ну, использование карточки для расчетов в торговой сети. Сейчас больше 40. Да, да, в Европе, в европейских странах 70-80, в Швеции, да, не 100. Почему я говорю, это хорошо? Сейчас я объясню. Смотрите, в развитых странах, как правило, большую часть покупок осуществляет с помощью платежных карточек, с помощью, соответственно, без наличных расчетов. То же самое интернет. Ну, да, для интернета есть виртуальные, там, карты, ну, не обязательно, виртуальные, платежные, так сказать, игрушечки. И в будущем, действительно, стоит цель, что больше будет использоваться, именно без наличных, без наличных частных расчетов. Вот это будущее. То есть, если мы хотим, чтобы Украина была развитой страной, она должна использовать без наличных расчетов. Наличные используют в Африке, в Африке, в Азии используют. Это слабо развитые. Поэтому, смотрите, тут цель стояла, вот таким методом, стимулировать, реально, чтобы украинцы, действительно, больше использовали без наличных расчетов при покупке товара. Сработало. Сработало. Реформа. Реформа. Да, не за день, не за два. Потому что в 2012 году приняли, в 2013 году начало работать, ну, сами понимаете. И сейчас вот чуть-чуть-чуть-чуть сдвинулось. Вот это и есть реформа. Скучная? Это невероятность. Непонятная? Еще больше. Но вот это реформа. Еще хочу вам сказать, вот как надо было сделать реформу ЖКХ. Ну, вы сами знаете, как сделали. Теперь можете, услышать, как нам. Причем, самое интересное, что и на круглых столах, и даже МВФ, когда писал, он приблизительно это рекомендовал. Как ни странно. Ну, он там пару рядков, но, в принципе, вот эта модель предполагалась. Сейчас расскажу. Смотрите. У нас от Советского Союза осталась монопольная система. Есть физлицо, есть ставщик газа, тепла, и так далее. Монополисты. Ну, все очень просто. Понятное дело, что это монополисты, вот с одной стороны злоупотребляли, а с другой стороны приходилось датировать. Говорит, надо что-то делать, как-то, тем более, вы же понимаете, сети изношены, все изношено, какие инвестиции, инвестиции не работают, так дальше. И по этой причине, вот смотрите, как надо было сделать. Ну, во-первых, ликвидируется монополист. Объясняю как. Смотрите, вот, например, сейчас есть Киевэнерго. Киевэнерго на сегодняшний момент занимается поставкой электроэнергии и продажей. Согласно реформе предполагалось разделить. Вот поставкой, то есть провода, по которым идет электроэнергия, оно не ездит. Их обслуживает Киевэнерго. Да, да. Но Киевэнерго запрещено продавать электроэнергии населением. И предполагалось запрещено, не просто, запрещено продавать должны операторы. Это отдельные частные компании, частные, которые, это технология, они арендуют вот эти вот сети. Как это делать? Это, ну, скажем так, в Европе это работать, вы в основном не поймете, как это делать. Но они арендуют и тогда ситуация следующая. Вы как физлицо можете выбрать. Вот как вот провайдеры выбираете или мобильную связь. В эту покупаете, в эту покупаете, в эту, в эту. В чем здесь изюминка? Если есть конкуренция, качество взлетает до небес. Причем тарифы действительно падают, потому что конкуренция, ну, вот мобильная связь. Смотрите, сейчас цена мобильной связи ниже плинтуса. Качество, ну, сбои все есть, но качество шикарное. Вот практически то же самое надо было сделать на рынке газа. То же самое система может так работать. Не переживайте, операторы, которые продают электроэнергии и тепла. Да, да, да. И вот смотрите, ликвидируются монополисты. Есть у нас те, которые, еще раз повторяю, да, что касается сетей, тут остаются монополисты, а продавцы это рынок. Для того, чтобы монополисты сетей не наглели, используются так называемые раф тарифы. Сейчас объясню. Государство устанавливает тариф в данном случае за электроподачу, или тепло, труба, или, к примеру, газ. При этом причине тариф сразу говорится, что он снижается. Каждый год он ниже, 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 ниже. Вот это раф тариф. Вот так специально. Для чего делается? А для того, чтобы Киевэнерго или Газэнерго думал, что он будет делать через год, через два, через три. И действительно применял технологию. Мало того, в этом случае за счет того, что он не занимается продажами, он действительно занимается чисто обслуживанием. Да, он заключает договора с операторами, да, он устраивает там тендеры, конкурсы и так дальше, но вот этот вот разрыв, он и дает эффект. И вот только после того, когда вот сделать вот такой рынок, внимательно, после того, тогда действительно можно вводить цены рыночные на газ, тепло, электронирует для населения. Вот так надо было сделать рф. Чувствуете? А сделали как? Ну, сначала сделали, подняли, монополистов остались, все, у нас остался Киев, Амир, Газэнер, все, все осталось. То же самое монополист, ничего не поменялось. Но, цены сделали, мы рыночные, мы их подняли. Нет, ребята, если вы хотите сделать рыночные цены, сделайте рынок. Тогда действительно, да, цены вырастут, но качество вырастет, а самое главное, еще раз повторяю, фактически цены начнут действительно снижаться за счет конкуренции, но качество, и всегда можно было бы найти оптимальный вариант. Начинали тарифы, выходные появились, потому что есть конкуренция, есть будет. Вот как Альсер Коури. Разве они это понимают?